вот у нас приехал что-то будет маленькая по нас так как ты сказала эти дырочки слишком маленькие тебе здесь вот такие да вот этот получше мне вот этот больше нравится у нас был такого плана он треснул он другой он не такой как бы ну не такой как бежевый и как китайский китайский не такой вот так вот сюда у этого рассекателя слишком мелкие и он падает и он засоряется еще кстати быстрее чем предыдущий зато этот нельзя поворачивать а и он про проворачивает прокладку поставить прокатку забыл поставить когда-нибудь это надо искать золотую середину у таких производителей как и дис и тому подобное что будет стоить в районе тысячи у как чественных ну да ну вот еще помучаемся и как раз проворачивается но она слишком толстый а кто там у нас шуршит короче фигня оказался этот он не встает по размеру даже вот с прокладкой вот в общем вот этот диаметр который здесь она не совпадает нет он совпадает просто там очень мягкий пластик и он прокручивается до получать а вот пока вот живем с этим придется китайских заказывать несколько штук который был до этого и служил нам что-то больше чем полгода да где-то так да он треснул здесь да он здесь вот треснул но и служил полгода эти сразу на выброс еще одно тут я ждала тебя так ждала насколько она будет хорошо ну вот такая и смотрите и вот другая у нас сетевая вода суть в чем у нас половина ножей мы выбросили здесь вот эти ножи были когда-то такими же белыми как вот эти но в силу возраста посудомойки они стали ну такой цвета слоновой кости и чего вот мы купили новое держим вот ты прямо все думаешь сюда влезут у нас очень много лежит наивная девочка я посчитал что у нас 13 ножей этот явно сюда ну да да так и этот явно сюда этот я тут есть вот еще такой а давай белые переселены вот потом должен быть вот средней длины так этот коробки вообще никуда не лезет тут побольше к нему а сюда он прямо не входит нет ну пусть так хотя бы и не влезет вот этот может быть узкий влезет да сюда допустим вот так и все я прямо вот так и думал на самом деле нет ничего сюда нет была задача белые ножи убрать вот эти самуровские которые купили потому что они просто там лежали эти ножи я ими работаю больше в паштетах мы их заточим конкретно и они будут у меня там лежать именно для работы свой хитрый план но еще две подставки теперь не хорошо решим разместим короче вот я посчитала без самуровских ножей у нас 7 на 13 14 15 16 можно же тогда хлебные вот сюда два хлебных очень удобно вот этот слишком острый вот они такие белые были да а потом стали вот такими но честно говоря если и хорошо заточить они по форме ножи удобные неплохие но их просто надо заточить в идеале я хочу еще три ножа вот таких вот купить и тогда вот эти просто уедут на дачу к бабушке как-то так в общем у нас уже две как как они называются я не знаю две подставки под ножи вот здесь вот явно сюда напрашивается вот еще одна тем более здесь небольшой нож вот еще одно отверстие напрашивается как-то так будем пользоваться расскажу вам а что это у нас такое это у нас шашлычный набор поступила команда проверить в каком он состоянии помыты ли шампура собственно шампура помыты шампуры помыты и теперь нужно все сложить потому что завтра мы идем куда на фахлыки вот и мы будем делать что будем отдыхать ну да вот во 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 все работают я не помню как она застегивает я сейчас сюда положу еще шампуры которые нам подарили эти тоже подарили вот такой набор я хочу повторить все таки вот есть точно такой же набор без вот этого и вот нет без вот этих двух предметов без съемника для шашлыка и без ножа только шампуры вот точно такие же вот я хочу купить он сейчас принесу вот шампуры эти мы эти нам тоже подарили мы сейчас тоже с собой берем сюда же их положу что нам не очень не нравится то что они видите под уголком такой вот уголок г-образный и вот мне не очень нравится мясо все-таки на них имеет больше шансов крутиться вот она плоских на них хорошо держится спички нам принципе не нужны но пусть лежат здесь века в это время тоже готовится он она делает красивый лук вот мясо она говорит только и мясо да ну на самом деле мясо вот это свинина это у нас шейка да там и ребрышки решили что шейка выгоднее все-таки решили что шейка выгоднее ладно ладно я просто начинающим мы все таки решили что шейка выгоднее она хоть и дороже получается но обрези с нее мало ну вот да вот это вся обрез шейки то что мы не будем это использовать пищу готовить чисто жир вот соответственно из-за из-за того что он бреди меньше получается ты покупаешь практически столько за сколько ты заплатил а со всеми остальными штуками так не получается в сторону рука продолговатый так удобно не такой замаринули несколько луковичек красного спросила меня слушай а чё надо мариновать нет вот ну салатик типа ну вот этот лучок знаешь такой вот хрустить которым я куда не не надо как же но особо как-то там ребята вино пьют мы как бы пиво и мясо ну как ну такое вот и вот говорит что замаринует молодец дети потом субботу же кирилл придет холодного мясо поезда хочу разогреем мы поэтому так много мяса и взяли чтобы он мы всегда потом его берем и едим его неделю вот тут спрашивали я макарон то помнишь последний раз делала когда еще много хоккеистов к нам приходила что ой ну так много вот этих вы на следующий день будете есть ребята там не вся команда смели на ура сказали очень обалденно вкусно ребята просто соскучились по домашней еде поэтому мне кажется если бы дома приготовили доширак они бы его тоже отметили с удовольствием нет макароны были хорошие что-то я не про это я вообще в целом говорю что они хвалят все что приготовлено дома ну да а мою еду тем более сейчас ты будешь плакать такими слезами понятно как обычно не даже не крокодилими а слоновими за все за все обиды бред какой ну ладно здесь попутно режу лук на то чтобы с уксусом замариновать тут уже нарезала рассыпала солью и дала уксус сейчас постоит пустит сок и потом нужно хорошо лук отжать прям конкретно а здесь хотела вам показать на то декоре покупала кориандр вот такая вот большая упаковка 400 грамм и пересыплю в такие баночки у меня очень удобные кориандр мы любим и использую и нужно будет еще заказать потому что уйдет это дело также быстро вот и приправа вот такая вот для шашлыка она очень ароматная вкусненькая такая хорошенькая здесь тоже вон есть кориандр не молотый что буду ее добавлять нет сейчас пересыплю игорь мне уже все это дело здесь промял я добавила кориандр как во вкусе соль уксус лучок и вот кориандра немножечко и сейчас буду резать мясо приехали дети привезли покупки главное привезли вон чего пончиков им захотелось кириллу сказали что его клюшка здесь лежит под ковром он не понял а зачем мы говорим такой ритуал в общем чтобы игралась ему хорошо и побеждалась так здесь у меня емкость 10 литров переложила сюда шашлык потому что последний раз когда мы покупали столько же мяса я же еще из шашлыка помните плов делала сейчас я плов не делаю поэтому я все сюда отправила так тут у меня лук надо долить уксус я частенько это готовлю поэтому я уже на глаз знаю чего и сколько затем у меня здесь соль сахар который я растопила горячей водой она уже все остыла остатки сахара были заливаем холодненькую водичку чуть-чуть даем перчика черного и перемешиваем мне в этот раз деле немного получилось ну ладно бывает ту зеленушку любит это не критично закрываем убираем в холодильник готова а здесь у нас шашлык я заливаем сразу айраном очень рекомендую там айран газированный негазированный есть там для окрошки без проблем это очень классная очень полезная вещь и для мяса восхитительная даже когда вы готовите из говядины добавляйте размягчает ну вот шашлык мы много лет готовили раньше из говядины и вы знаете всегда был мягкий всегда на шашлык съедался первую очередь да и по сей день где-нибудь если в компании знаете когда собираемся если собираемся кому-нибудь в гости или в компании где-то что-то отметить что-то отпраздновать и да много семей мы говорим так каждый алкоголь берет свой от каждого одно там два блюда что хотят то приготовят для общего стола как правило зачастую люди готовят шашлык и вот на общем столе когда много-много людей толпа в первую очередь съедается всегда на шашлык вот я вам не игорь я права наш самый мягкий я еще стараюсь резать не маленькими кусочками а большими тогда еще сочность остается и ты кусаешь есть короче это уже проверено годами так что сейчас перемешиваю маринад и убираю просто постоит на 1 час вот так потом убираю в холодильник и завтра за часа три до того как мы поедем я достану чтобы он нагрелся процежу но это вы знаете это вы видели так что да помимо того что я поставил в правый угол экрана ссылочки я еще оставлю здесь под видео в описании они там же будут но вдруг вы не знаете где искать так что найдете и в общем то вот такие дела теперь пойду отвечу на ваши комментарии потому что вышло новое видео уже идут комментарии к новому видео ну и к старым еще небольшой лайфхак помните фрикадельки тефтели короче говоря я их дело мы не могли отлепить от тарелки они не только что их достала теперь смотрите тряпка горячую воду включаем мочу тряпку но естественно что то сюда не полилось вы понимаете сюда выключаю ставлю сюда буквально минуты и по идее я думаю сейчас проверим что тефтели должны отходить легче закрывала пакетик лайфхак работает так что раз это он вообще два если вы также как и я забыли об этом что нужно постелить полиэтилен вот таким нехитрым способом тут еще серединка можно по-быстрому оттаять от поверхности закрываю я помню у меня мама тоже вот всякие такие хитрости премудрости на ходу придумывала и видимо я у нее тоже научилась всегда убираю в два пакета поскольку бывают всякие перемещения в морозилке и можно чем-то зацепить и холодный пакет легче в рвется поэтому убираю во второй и убираю в морозилку здесь у меня уже перцы и здесь для собачки сейчас была какая обрезь замораживаю завтра тоже отвезем это у меня улыбина я вам рассказывала показывала в общем мы покупаем классная вещь и сейчас когда появился морозильный ларь улыбина будет в нашем доме еще больше сейчас на вилберсе смотрю еще вот хочу такую этажерку для овощей и здесь как раз показано что люди используют покупают используют для овощей в ванну ставят в общем игорь нашел даже выше это метр а игры нашел метр тридцать по моему что классная штука и недорого пришла в комнату а то вон что творится тут ребенок гладит белье раз мать ничего не раскладывает все по шкафу моя ты заюшка это я кетчуп это у меня сосиски я сардельки кушала и кетчуп у нее тут что-то вот этот фильм все гладит всем все гладит там ты моя золушка да ты мой молодец вот на тряпке не выдержал ребенок у нас тут один был стул теперь два стула ну сашу да не полотенце не надо гладить сошли я просто и складываю что и когда пасу послушаться так а это почему мокрая потому что ты не развесил да а как его забыла ты бы не фига все ну так вот полотенца мы не гладим бывает порой и постельная не гладит но вот просто не мы вообще не гладим которые на резинке например вот не вижу в этом смысл сейчас тут на виду порядок то что вот моя заюшка бери и убирай полотенце в шкафу ладно иначе они перекочуют и будут лежать в твоей комнате если ты не хочешь побери ругается дочь ругается на самом деле у нас Саша просто очень серьезная и нет выкидывать в кирилла вещах отрывается порядки доводит ты там сейчас стирку стираешь глобальную глобальную просто я ему сказала типа если ты пришел с тренировки повесь посушиться он такой зачем чтобы там блин мыши не дохли когда это покет закрывается ну у кого хоккеисты те знают дети там мужья у спортсменов да ну в общем саша кирилла собирает в отъезд да в общем готовится ничего себе осад ты что смотришь а мне же про него ты говорила еще кто-то говорил и ты говорил да а кто то говорю же ведь еще про и пирогой девочки ну-ка признавать смотрите какая хозяюшка невестушка но занята все наша невестушка занята нет но я в целом в принципе а то что я же говорю нас все всех устраивает у кирилла сейчас скажут вы что все что ли но саша уже 18 лет надо быть готовым что в любой момент уже все что ли еще года два куда вместе с кирилла ты это слышишь жена декабриста так подожди у тебя там бюджет вроде светит в мире главное не в америку не в америку не в америку не надо нефиг там делать но если что-то ну ладно езжай буш нам шоколадки присылать оттуда саш а универ переведешься ну дорогая тебе все равно диплом надо получить ты же понимаешь но еще бы хотелось бы красненький диплом но мне кажется тебе бы самой бы хотелось скажи честно тебе бы самой бы хотелось но саш это в первую очередь во первых награда твоего труда ну все равно это но все равно ну ну как бы ну хочешь жить у меня вертеться ну это все ладно так что сколько полотенец мне забирать все все сейчас буду выбирать отсюда полотенце и уносить спальню ну что все полотенце не искать в шкаф класть свои полотенце типа белые ну ты разгрузишь тогда наш шкаф в спальне да и просто удобно что их бегать не искать ну смотри во первых твои вот эти белые полотенце да ну твои банные три они даже не бывает такого чтоб они лежали в шкафу то есть мы их стираем и сразу скажу например под лицо себе взяла бы отдельно и забрала бы например отдельно то что мы с тобой на батарее решим саш ну возьми вот это вот под лицо оно белое как раз ну вот и что это поделить нам сколько по три полотенца на то что на батарее решим ну по три красные красные эти зеленые горчичные и желтые а такие мне жалко на батарею ну как бы вот это под под лицо потому что мне кажется одно это самый оптимальный вариант еще шкаф переберу потому что зависит мне уже маленький надо еще убрать лишнее то что я все таки не ношу потому что я реально ношу что-то вот одно постоянно и как бы все вот эти футболки они просто занимают место в шкафу и вытаскиваю в счет и все вот так вот переворачиваются так а ты их ты хочешь от них вообще избавиться ну нет можно от деревьев пустить не просто может у тебя сейчас нет настроение какие-то футболки носить а потом раз и они тебе там реально типа футболки которые вот как не знаю предпоследний раз в Смоленск ездили и ни разу не надевали ну ладно отложишь то есть нужно столько этих футболок отложишь посмотришь посмотрим что-то на тряпке что надо на это я тебе предложу на дачу может что-то надо Саш так ты с пола подними лучше на кресло свое положи тебе удобнее меньше нагинация во-первых пришел крадется неудобно когда у меня все вот прям под ногами все вокруг именно вот штуки мне неудобно куда-то ходить странная у тебя теория блин я не знаю просто так вот смотри смотри такая ага тепленькая положили сейчас я запрыгну съемая нельзя у вас тоже коты любят в шкаф нельзя 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 я не разрешаю нельзя слышишь такой раз в смысле нельзя Сима Сим ну сюда то можно можно чик 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 у нас Сим очень любит залазать в шкафы чик Сима чик ладно причем этот кот который мне отзывается на Каскаскаса он у нас по имени да он у нас по имени назови меня тихо по имени на Кирилла обиделся на Кирилла? да почему? ну я так понимаю за день рождения обиделся он сегодня поход да? да Сима не на это на день рождения не это самое Саш смотри вот есть еще два полотенца тоже белых и тоже на лицо можно это Заровская это в этот на кухне нет это большое на кухне маленькое от Зары мне под лицо два максимума давай два одинаковых вот этих? ну тогда забирай вот эти молочные Заровское убираю а вот это вот белье со вселенной текстиля у нас очень большой комплект прям огромный двести сорок на двести сорок да? по-моему ой вы не зацепите мы? так мы же уедем на шишлендос а ну нет давай мы с папой тебе натянем чтоб ты матрас не поднимала ну Кириллу приедем может если вечером если уроку очень быстро ну ладно ну все работай золушка золушка ну убирай ну убирай это то которое не нравится убирай можно новое достать икеевское по-моему еще у нас есть это икеевское я у всех открыл бы приехал разве? да у меня там лежат что-то икеевское наверху икеевское это спустится на пилюшке да ладно нет там упаковка прямо икеевская это будет уже в следующей серии тем более у меня батарейка красная ну что дорогие друзья будем с вами прощаться встретимся уже с вами завтра на шашлыках тут уже батарейка даже замаячила красной я надеюсь шашлыки привезем привезем конечно шашлыки как не привезти ты чего мы специально так много взяли 4 килограмма шейки и 2 килограмма ребер чего сходите в этот в Толмаму хинкали поедешь в Токио короче молодежь у нас собралась куда-то сходить и посидеть деловые колбасы все ладно доброй ночи дорогие друзья пока 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 и